Здравствуйте, с вами Марина Рыкалина. На календаре 27 ноября. Осень подошла к концу. Присоединяйтесь, у нас, как всегда, много работы. В нашем детстве на подоконниках росли полезные домашние растения. Это колонхоя, алоэ и золотый уз. Когда мы болели, то сок алоэ закапывали нам в нос. И ведь обходились и без всяких капель. Постепенно эти полезные растения вытеснили красиво цветущие экзоты. А может зря? Давайте возвращать. Колонхоя дегремона. В народе ему совсем не случайно придумывали названия. Такие как хирург без ножа и комнатный женьшень. В составе сока колонхоя есть флавоноиды, дубильные вещества, органические кислоты, полисахариды, ферменты, кремний, кальций, магний, алюминий, железо, медь и марганец. А также много витаминов, например, П и С. Колонхоя дегремона обычно вырастает не более одного метра. Мы ждем, когда растение станет взрослым, постареет, накопит много полезных веществ и начинаем его использовать для лечения. Но колонхоя полезен не только для нашего здоровья. Его сок может заменить в самые популярные стимуляторы роста растений. Срезаем старые листочки. Листья нужно положить в бумажный пакет или просто завернуть бумагу и отправить на неделю на нижнюю полку холодильника. В темноте при пониженной температуре в листьях колонхоя накапливаются биогенные стимуляторы. Из листьев нужно отжать сок, но сделать это нужно так, чтобы не было взаимодействия с металлами. Будет окисление. Поэтому стеклянная кружка и деревянная толкушка. Сок разводим пополам с водой один к одному. Смачиваем в соке колонхоя ватные диски. Перекладываем семена на смоченные диски соком колонхоя. Накрываем и кладем в чашку Петри. Замачивать семена можно на период от 12 до 24 часов. Чем крупнее семя, чем толще его оболочка, тем время воздействия должно быть дольше. Для сведения сок колонхоя обладает еще и антисептическим свойством. Поэтому пользуйтесь на здоровье бесплатно, эффективно и безопасно. Получать урожай с собственного подоконника, безусловно, приятно. Посмотрите на наши огурчики. Урожай у них, конечно, не такой огромный, как в теплице или в грядке. Но какой аромат! И каждый день у нас есть один огурчик для того, чтобы приготовить ароматный салат. Я считаю, что не нужно слишком долго держать огурчики и лечить их от болезней и вредителей. Куда проще вовремя поменять их на новые растения. У меня как раз подросла партия рассады. Великолепный гибрид, новинка этого сезона. Называется он Гоша. Огурчики растут в горшках объемом 400 мл. И обязательно с выдвижным дном. Вот это то состояние рассады, когда она уже точно требует пересадки в больший объем земли. Затягивать нельзя. Поэтому составляем почвосмесь и делаем пересадку. Вы часто спрашиваете, какой грунт я беру за основу. Давайте разбираться. Первое. Никогда не приобретайте в магазине сразу большой объем готовой почвы. Купите всего один пакет и уже дома вскройте и оцените качество. Практически всегда основа грунта это торф. Надо знать, что торф бывает низинный и бывает торф верховой. Для рассады нам нужен торф низинный, потому что у него более высокая степень разложения. Он более богат по составу и имеет более подходящий pH для рассады. А еще низинный торф имеет темный оттенок. Верховой торф, как правило, рыжий и сильно кислый. Для рассады он не подходит. Для чего его продают в магазинах? Например, для того, чтобы сажать культуры, которые любят кислый грунт. Это азалии, это гортензии, это рододендроны. Вскрываем пакет и посмотрим, что внутри. Приятно пахнет и нет плесени. А это очень важно. А еще он не пересушенный. Пересыпаем. Грунт темный, рыхлый. Нет никаких коряк и сучков. Такое, знаете, тоже бывает. А еще вижу, что здесь есть разрыхляющие компоненты. Производитель об этом позаботился. Довольно часто производители обогащают грунт порцией минерального удобрения и микроэлементами. Несмотря на то, что я за органическое земледелие, я не считаю, что в данной ситуации минеральное удобрение это плохо. Напротив, сейчас мы посадим с вами огурчик в этот грунт. И все минеральное питание, которое здесь есть, он потратит на свой рост. И к моменту, когда начнут завязываться плоды, никакого минерального удобрения там уже не будет. Плюс еще все это вымоется с поливами. Много лет в своей работе я использую грунт «Волшебная грядка» от компании «Буйские удобрения». Потому что проверено, потому что качественно, потому что доверяем. Много полезной информации вы для себя подчеркнете, если подпишетесь на «Буйский химический завод» в Инстаграм. «Буйские удобрения» спрашивайте в магазинах вашего города. Если мы хотим получить хороший урожай огурчиков и других культур, то грунт нужно обогащать. Что по минимуму туда стоит положить. Агроперлит. Он способствует капиллярному распределению влаги. То есть от гранулы к грануле поступает вода. И таким образом весь грунт в большом кашпо будет увлажнен довольно равномерно. Плюс между гранулами хорошо проникает воздух. А это очень важно для развития хорошей корневой системы. Никакого питания здесь нет. На 6 литров готового грунта 1 литр перлита. Следующий компонент – это 1, а лучше 2 литра настоящего биогомоса. У нас получилось 9 литров как раз на горшок. И вот этот минимальный состав вполне подойдет для того, чтобы получить хороший урожай огурчиков. Но, естественно, далее надо будет вносить дополнительные подкормки. Если вы хотите получить более высокий результат от своих огурчиков, если вы хотите получить более богатый у них витаминный состав, то стоит немного потратиться и добавить вкусняшек. Я добавляю полстакана диатомита. Это горная осадочная порода с высоким содержанием кремния и других микроэлементов. Эта горная порода экологически чистая на 100%. Она формировалась, когда по земле ходили динозавры. Вот за что я это люблю. Задерживает влагу, удерживает питание и хороший абсорбент. А еще добавлю одну горсть сапропелля. Он делает грунт более вязким. И сапропель содержит огромное количество питательных веществ в легко доступной форме. А еще эти гранулы можно развести и сделать жидкую подкормку. Возьмите на вооружение, потому что сапропель мы будем использовать для подкормки всей рассады. А еще в моем арсенале всегда под рукой имеется гранулированное, полностью натуральное удобрение. Аналога на рынке не существует. Я зачитаю вам состав. Здесь мука соевая, рыбная, костная. Мука из люциерна, аминокислоты, витамины, морские водоросли. Буквально одна горсть и больше ни о каких дополнительных подкормках для своего огурчика думать не придется. Перехватываем стебель огурчика аккуратно двумя пальцами, переворачиваем горшок и нажимаем на выдвижное дно. Корней много, они плотно оплетают земляной ком, а это значит мы как раз поймали момент правильной пересадки. Они белые и здоровые. А еще они очень вкусно пахнут свежими огурчиками. В воду для полива я добавляю живое удобрение, которое содержит биологический фунгицид. Гоша получила все самое вкусное. Ждем результата. Диатомит, сапропель и органик микс. Все самое лучшее и натуральное для ваших растений. Препараты биокомплекс можно заказать в интернет-магазине bio.defiscomplex.rf Вы часто у меня стали спрашивать, а можно ли сэкономить на приобретение кашпо и посадить огурчики или томаты в темный плотный пакет. Грунт очень рыхлый и скорее всего у вас возникнет необходимость по мере роста вашего огурчика кашпо, а в данном случае пакет передвинуть. И вы нарушите корневую систему, а бахчевые культуры крайне негативно на это реагируют. Поэтому экономить на приобретение кашпо не стоит. Вы можете взять просто старое пластиковое ведро, можно оцинкованное, а можно просто взять транспортировочное кашпо от растений, которые продаются в питомнике. Вы очень любите считать деньги и это здорово. Давайте посчитаем, что я потратила на свой огурчик. Я приобрела кашпо. Кашпо стоит на 10 литров 90 рублей. Есть старое ведро, можете сэкономить. И 110 рублей я потратила на то, чтобы приготовить грунт. Огурчики дают непрерывный и стабильный урожай. И мне кажется, перевести в деньги этот экологически чистый урожай просто невозможно. Плюс удовольствие от самого процесса. В новой квартире у меня еще сегодня переедут томаты и перец. Гибрид перца называется Веста. Он не крупный и супер ранний. На мой взгляд, вот именно так должна выглядеть идеальная рассада на момент высадки ее в теплицу или в грядке. Посмотрите, завязался перчик и он растет. А значит, есть надежда, что мы получим урожай в домашних условиях. И это гибрид каменный цветок. И я считаю его одним из самых идеальных для того, чтобы получить урожай дома. И не только. Из него получатся отличные бордюры на вашей даче. С него можно получить самый первый урожай. Ну, если высадите растение 10-15, то вообще будет бомба. И в подтверждении моих слов можете наблюдать. Помидорки-то все завязываются. Для того, чтобы обеспечить себя витаминами на каждый день, вовсе не обязательно выращивать огурцы и томаты на своем подоконнике. Не обязательно покупать профессиональные фитолампы, кашпой и составлять вкусный грунт. Достаточно устроить зеленый конвейер из молодых проростков. Приступаем. Из такого брикета получается 7 литров готового кокосового субстрата. Просто добавь горячей воды. Для посева подойдут любые неглубокие пищевые контейнеры. И дренажные отверстия в них делать вовсе не обязательно, если вы, конечно, умеете нормировать полив. У вас будет очень чисто. Заполняем контейнеры небольшим количеством грунта и трамбуем. Слегка увлажняем из опрыскивателя. Семена подсолнечника можно приобрести на птичьем рынке или на базе кормов для животных. А еще их продают бабушки. Ну, естественно, не жареные. Разбрасываем. Горох. Кориандр овощной. Свекла. Далее буду сеять редис и горчицу листовую. Самая популярная культура для зелени – крес-салат. В домашних условиях отлично растет базилик. Да, он не хуже, чем на грядках. Поэтому хорошие сорта я посею не на микрозелень, а для того, чтобы получить полноценный урожай. Два базилика – рози и муриан. Укроп будет аллигатор. Руклутриция я хочу посеять также на рассаду. Дам ей большой горшок земли и посмотрю, какого объема в домашних условиях под искусственным освещением может достичь это растение. С прошлого года остались просроченные семена кабачков. У них очень вкусная молодая зелень. Молодые всходы часто страдают от черной ножки. Особенно, если не хватает света, переувлажнено и прохладно. Весь набор неумелого дачника. А куда деваться, все мы работаем, нам некогда и можем не уследить. Поэтому нужно взять за правило, при любых манипуляциях с растениями, сеете в их или пересаживайте. Всегда используйте биологический фунгицид. А у меня сегодня будет средство 3 в 1. Питает, защищает и снимает стресс. Этот препарат имеет насадку. Он полностью готов к употреблению. Ничего не нужно смешивать. Просто опрыскиваем все, что посеяли. Прямо по семенам. В составе бацилла субтилис. Это антагонист для патогенных грибов и бактерий. Азотофиксирующие и фосфор калием мобилизирующие бактерии. Они обеспечивают растения доступным питанием. Азот бактерии добывают прямо из воздуха. А фосфор и калий есть в почве. Они просто переводят его в удобоваримую для растений форму. Молочно-кислые бактерии вырабатывают витамины, аминокислоты и молочную кислоту. И тем самым повышают стрессоустойчивость. Это средство на данный момент просто идеально для того, чтобы опрыснуть все растения, которые есть в вашем доме. Но так как оно содержит живые бактерии, пользоваться им нужно правильно. Обработку нужно проводить вечером после захода солнца. И в обязательном порядке после того, как вы выключаете свои фитолампы на ярком солнце и на ярком свету, бактерии погибают. Вариант удобрения с насадкой для меня самый удобный. Достала и воспользовалась. Но он не самый экономичный. Можно взять точно такое же микробиологическое удобрение, но концентрат в обычной бутылке. Одной бутылочки хватит на весь сезон. Будете готовить рабочий раствор. Мелкие семена, такие как крес, салат или редис, можно не присыпать. А крупные присыплю. Например, подсолнечник и горох. Посев закончен. Но раз уж мы тратим с вами свое драгоценное время на посевы, хочется получить максимальный результат. Наша зелень должна иметь богатейший витаминный состав. Но кокосовый субстрат, в который мы ее посеяли, бедный. Где же взять витамины и где же взять азотофиксирующим фосфор, калий, мобилизирующим бактерии? Фосфор и калий, которые нужно перевести в доступную форму. В кокосе его нет. А возьмут они его из биогумуса. Я буду готовить настой биогумуса. Мне понадобится 2 литра воды, в которую я добавлю 2 столовые ложки качественного сухого биогумуса. Далее 1 ложка сахара для активации полезной микрофлоры. А если попросту, это питание для бактерий. Тщательно перемешиваю и оставляю ровно на сутки. За это время возрастет численность полезных бактерий. Но не больше, чем на сутки. Потому что уже через 2 дня все бактерии начинают погибать от собственных испражнений. Их становится слишком много. Питательной ценности этот раствор не потеряет. Но бактерий там уже практически не будет. Поэтому пользуемся правильно. Ровно через сутки раствор процеживаю, добавляю в опрыскиватель и обрабатываю свои посевы. Подводим итог. Мы потратили минимум средств. А получим максимальный результат. Здесь огромное количество бактерий. А значит, наша зелень будет иметь богатейший витаминный состав. В итоге получится приблизительно вот так. Посмотрите, какие удобные баночки. Влагу сохраняет и пыль не попадает. Научитесь дружить с полезными бактериями и извлекать из них выгоду для собственного здоровья. В своей работе я использовала универсальное живое удобрение комплекс БТО. Три в одном. Выращивайте органическое с биопрепаратами от Эко-дачник. Чараевский биогумус – это отличное качество, высокая эффективность, абсолютная безопасность, универсальность применения и никакой химии. Доставка по России транспортными компаниями. Заказать можно на сайте biogumus63.rf Здравствуйте, дорогие садоводы, огородники и цветоводы. Сегодня мы с вами проведем обзор еще одной новинки на 2019 год от агрофирмы «Партнер». И эта новинка, ну, очень меня порадовала в этом году. Перед вами вот такой замечательный томат, который называется «Малиновое пламя». Малиновое пламя я выращивал в теплице. Также его можно попробовать вырастить и в открытом грунте, как коловая культура с привязкой к колу и формированием в два, в три, можно формировать даже в четыре стебля. Растение полудетерминантного типа. В чем его плюс? Плюс малинового пламя в том, что он имеет очень высокую завязываемость плодов. Несмотря на эти ужасные погодные условия, в мае и в июне 2019 года стоялась сумасшедшая жара. У нас завязалось практически все. Все до одного практически завязались. Я вот не вижу пустоцветов вообще. Урожайность потрясающая. Растения мы не обрабатывали никакими гормонами, никакую зависть мы ей, томатон, ничего мы такого не использовали абсолютно. И вы видите, в каком замечательном состоянии находится это растение. Томат малиновое пламя, я думаю, покорит многие сердца, потому что он раннеспелый, неприхотливый, устойчивый к заболеваниям и имеет просто изумительный вкус. Итак, давайте мы с вами сейчас разрежем этот плод. Посмотрите, насыщенный цвет. Опять пульпа имеет небольшой такой зеленоватый оттенок. Семена кажутся зеленого цвета. И это значит, что вкус у нас будет замечательный. Здесь же мы опять не видим никаких белых прожилок, никаких проблем мы здесь не видим. Поэтому давайте попробуем на вкус этот томат. Это очень вкусный томат. Если вы ищете сладкие томаты, то новинки 2019 года от партнера вас очень порадуют. Потому что малиновое пламя из сладости 5 из 5. Прям сладкий, даже кишлинки мало. Фантастический томат, который имеет отличную выражайность. Посмотрите, сколько кистей при формировании в три стебля завязывает этот томат. Спрашивайте семена агрофирмы Партнер в магазинах вашего города. Или в интернет-магазине семенадефиспартнер.ру Самая простая культура, которую может позволить себе вырастить любую на собственном подоконнике, это лук. При этом у лука богатый и витаминный состав. Самый простой посев это в ящике. В садовых отделах большие скидки на лук, сивок. Вот этим-то я и пользуюсь. Приобретаю и выращиваю урожай. Очень длинные перья, они отрастают, падают. Их мы и собираем. Урожай из зелени всегда будет на вашем столе. Но согласитесь, как-то неопрятно. Перья торчат в разные стороны. У лука срезаю часть макушки, чтобы он начал быстрее прорастать. Пластиковая бутылка со срезанным верхом. Дренажных отверстий я не делала, чтобы не пачкать подоконник. Насыпаю небольшое количество кокоса и сажаю лук. После того, как у лука отрастут перья, все они окажутся в бутылке. Они не будут рассыпаться в разные стороны. Чем выше бутылка, тем удобнее. Но при таком банальном способе посева мы с вами не сможем постепенно собирать урожай. В ящике я собрала, лучок растет дальше. Здесь придется использовать весь урожай за один раз. Поливаю посаженный лучок к настоям биогумуса. Многие выращивают лук просто на воде и не заморачиваются. Он же и так вырастет, урожай хороший даст. А у меня кокос, да я еще его биогумусом обогащаю. Зачем я это делаю? Я не устану вам повторять, что нужен максимальный эффект от того, что мы с вами делаем. Если здесь есть биогумус, значит в перышках лука будет гораздо больше пользы. А если вы поставите лук под фитолампу, то количество витаминов еще увеличится. Фотосинтез. Перед вами два варианта. Выбирайте, какой вам больше нравится. На этом наша программа подошла к концу. С вами, как всегда, с удовольствием работала Марина Рыкальна. И я надеюсь, что мои простые уроки будут вам полезны. Полезны.